В этот день, до 18 мая 1301 года, русское войско, по главе с великим князем Андреем Александровичем, сыном святого благоверного князя Александра Невского, взяло шведскую крепость Ланскрона. 18 мая 1595 года в селении Тявзино был заключен Вечный мир России и Швеции. Он оканчивал крайне разорительную и кровавую войну 1590-95 годов. 18 мая 1703 года небольшая лодочная флотилия под руководством государя Петра I захватила в устье небы два шведских корабля. 18 мая 1704 года считается датой основания Кронштадта, главной морской крепости и базы Балтийского флота. 18 мая 1896 года в Санкт-Петербурге открылся первый кинотеатр «Нева». 18 мая 1724 года состоялась коронация первой русской императрицы Екатерины I. Она была малоростом, толста и черна. Вся ее внешность не производила выгодного впечатления. Стоило на нее взглянуть, чтобы тотчас заметить, что она была низкого происхождения. Так в воспоминаниях отзывалась о Екатерине Скавронской, одна из немецких графинь. Бывшая прачка и не могла выглядеть иначе в ее глазах. Хотя большинство других свидетелей весьма благосклонно назывались о внешности первой русской императрицы. Главное – ее супруг Петр I. Он любил ее легкий характер, был покорен ее обаянием. О чем свидетельствует этот простой факт? Он не только женился на простушке, но и поставил ее на царство. Во всех христианских государствах непременно обычай есть патентатом супруг своих короновать. И не то, чью ныне, но и древле и у православных императоров греческих с ее многократно бывало. Именно император Василиск – супругу свою Зиновию, император Юстиниан – супругу свою Люпицую, император Иракли – супругу свою Мартинию, император Лев Премудрый – супругу свою Марию императорским венцом короновали. Так заявил Петр I. На подготовку к торжеству супруг не жалел ни сил, ни средств. Тщательным образом изучались все каноны европейских коронаций. Эксклюзивным стало не только праздничное платье Екатерины, но и императорская корона, усыпанная бриллиантами и жемчугами. В истории династии Романовых было несколько таких экземпляров. Самая известная из них – большая императорская корона, которые нарекались на престол монархии после Екатерины Великой. Почти все короны сохранились до нашего времени, но от первой реликвии остался только каркас. Бриллианты в количестве более 2,5 тысяч штук были сняты Екатериной I. В Успенском соборе Московского Кремля Петр I лично возложил корону на голову супруги. В это же время, а также при миропомазании и приобщении ударили пушки. Затем состоялось шествие в Архангельский дворец и в грандовитую палату для праздничного обеда. По всему городу зажглась иллюминация, фир вверх. На откуп горожанам был отдан зажаренный бык и два фонтана с вином. Все в честь дражайшей супруги. Звук голоса Екатерины успокаивал Петра. Потом она сажала его и брала, лаская, за голову, которую слегка почувствовала. Это производило на него магическое действие. Он засыпал в несколько минут. Чтобы не нарушать его сна, она держала его голову на своей груди, сидя неподвижно в продолжении двух или трех часов. После того он просыпался совершенно свежим. Так писали современники государя. Их совместная жизнь не была безоблачной. Однако Екатерина Алексеевна родила 11 наследников престола. Увы, многие умерли во младенчестве. А потом, после смерти, урожденная Скавронская правила страной три года. За это время простой народ, на просьбы которого она живо откликалась, успел полюбить ее. Но историки до сих пор недоумевают, каким образом неграмотная женщина смогла занять престол и продержаться на нем. Некоторые исследователи полагают, что Екатерина I была всего лишь номинальным правителем или ширмой, за которой скрывались могущественные вратцовые кукловоды. Но это остается всего лишь предположением. Ей представила роль не блестящая, а скорее жалкая, а может быть и плачевная. Судьба избавила ее от этого искушения. Екатерина оставила по себе в истории светлые воспоминания. Как многолетняя спутница великого русского государя, нежная им любимая и как добрая женщина, всегда, не насколько было возможно, готовая облегчить чужие бедствия и никому не делавшая зла. Так утверждал историк Костомаров.